Всероссийская Олимпиада – одно из главных событий для школьников с высокой успеваемостью. А для учеников старших классов – еще и дополнительные баллы к поступлению. Результаты Олимпиады засчитываются во всех вузах страны. Получить путевку в высшее учебное заведение смогут и славянские школьники. С подробностями наши корреспонденты. Всероссийская Олимпиада школьников проходит по 21 общеобразовательному предмету во всех регионах страны. Ежегодно в ней участвуют более 7 миллионов школьников. Олимпиада проводится в 4 этапа. В сентябре-октябре прошел школьный этап. В конце декабря завершился муниципальный. В январе-феврале проходит региональный этап. В этом году он проводится на базе филиала Кубанского государственного университета в Славинске-на-Кубани. Наш филиал является зональным центром. И к нам приехали ребята из пяти районов. Абинский, Красноармейский, Крымский, Темрюкский и Славинский район. Всего 60 участников Олимпиады. Они выполняют задания Министерства образования и науки Краснодарского края, которые непосредственно сегодня представители министерства вскрыла на местах, в аудиториях. На этот раз в региональном этапе пробует свои силы 51 славинский школьник. В нашем районе каждый год есть ученики, набравшие максимальное количество баллов. В 2014 году во Всероссийской Олимпиаде 4 победителя и 8 призеров прославили Славинский район. Судить о том, кто станет лучшим в этом году, пока рано. Сперва ребятам надо успешно выполнить теоретические и практические задания по выбранному ими предмету. Я долго готовилась, мне очень волнительно, переживаю за результаты, за Олимпиаду. Когда у нас проводилась школьная Олимпиада, потом районная, было очень страшно. Конечно, помогал педагог, мой руссовет, доносировала Дмитриевна, которой я очень благодарна. То есть она каждый день буквально занималась, проводила какие-то разборы, помогала готовиться, готовиться. Но сейчас очень страшно, потому что это более высокий уровень. Но думаю, у меня все получится. Анна Матяш, ученица 11 класса, также решила попробовать свои силы в Олимпиаде по русскому языку. Девушка говорит, что участие в региональном этапе для нее не просто соревнование, а своеобразная путевка в жизнь. Ведь впереди учеба в высшем учебном заведении. Я хочу, чтобы Олимпиада прошла честно, чтобы все участвовали на равных условиях. Я надеюсь, что нам всем очень повезет, мы выиграем, каких-то побед достигнем. Я люблю русский язык, я им занимаюсь, планирую в будущем связать свою жизнь с языком русским. Пока об итогах говорит рано. Это лишь третий этап Олимпиады. У победителей и призеров регионального тура впереди подготовка к самому сложному. Заключительному интеллектуальному состязанию, которое пройдет в марте в Москве. Надежда Неткочева и Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова